я только недавно подошел здравствуйте уважаемые слушатели и зрители услышал любимую тему про параллельные миры но я вообще-то сто раз рассказывал как они существуют и что из себя представляет и если так немножко для игры слов там существуют миллионы параллельных миров и все они с одинаковым ландшафтом я сейчас объясню как так происходит так ну вот в принципе я как всегда вывожу на экран вы видите как бы наглядное скажем инструмент на котором можно показать модель нашего мира то есть что такое параллельно местные жители но как бы все пытается перести перенести на физику и вот у них как бы они воспринимают параллельные миры что это соседние соты в нашей сотке существует миллионы параллельных миров вот я допустим в компьютерной игре мой персонаж находится скажем так на одном сервере один мир один ваш ландшафт но стоит мне нажать кнопку это да и нажать перемещение на канал то там будут другие игроки и другая ну как бы назовем условно немножко развития сюжета местами но мир визуально будет точно такой же вот эффект мандела так вот как бы я я верю в сотовую землю я верю что вот наша земля выглядит именно так я верю ту карту которую ты мне показал я верю в расположение стран которые ты указал но я никак не поверил в то что есть какой-то смысл в том чтобы создать миллионы одинаковых миров с разным сюжетом в этом-то весе приколок и беннады тебе надо изучить тему найти хотя бы два десятка чтобы изучить вопрос надо его этот вопрос изучить есть в интернете уже наверно два десятка фильмов с названием эффект манделы но роликов если ты его изучишь то возможно ты придешь к пониманию что существует колоссальное количество миров один из самых сильных аргументов приведу из эффекта манделы но видишь ты может как бы в силу возраста как бы не сталкивался с этим географической особенностью сейчас тебе как бы моя картинка видна че нет но у меня как бы это картинка на экране сейчас секунду ну вот кораблик твой но сейчас попадет за 30 давай ладно сейчас опущу в этот скайп чтоб быстрее дело шло люди люди моего поколения и постарше ну и чуть помладше знают что на всех без исключениях картах мира за последние сто лет вот здесь была изображена ледяная шапка теперь даже если ты полезешь возьмешь какую-нибудь бумажную не 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 обязательно интернет а просто вот люди мне там присылать берут атлас ссср и в шоке миллионы людей забыли что здесь шапка была у нас только в эфире и тысячи людей подтвердили что я сам помню как мы в детстве на контурных картах это шапкой занимались допустим у нас соведущий виктор салтыкова у него с учительницей был целый дикий спор из-за этих из-за этих льдов он там их не хотел обводить пардокс том что перед собой сейчас ты видишь самое огромное подтверждение что льды были вот именно на вот этом рисунке и знаешь чем она заключается в красном флажке то есть мы как бы с советского времени человеке знали что здесь была нарисована артическая шапка артическая шапка да да и в которой был в видишь вверху встремлен вот этот красный флажок шапка исчезла но на флажок эффект манделы не подействовал то есть он теперь не суразно втыкнут в океан не найдешь ну как бы я во первых не уверен что вели не уверен не знаю ты принимаешь то что как бы людям было известно что ну или вот допустим вот глобус здесь была ледяная шапка я могу тебе сейчас показать это немножко артефактов чудом остается артефакты которые ну как сказать есть такое понятие если вот допустим карт было напечатано большое количество да сейчас она подгрузится у меня и на них шапки исчезли то если человек допустим от руки рисует то же самое просто от балды вот у него и такая остается сейчас у меня тут есть специальная папка где я ну мне присылают артефакты кстати самый сильный наверно артефакт это вот эта карта где не просто показано вот это на наших картах даже гугл нету вот этого артика кост то есть ты возьми сейчас любую карту любой глобус то есть ну понимаешь это допустим сейчас изображена но северной части дай бог памяти в россии да на север от россии артик кост ну я так английский не понимаю там виктория лэнд там вот береговая линия там города есть то есть это наверно я сейчас как быть я показал самый сильный артефакт но сейчас я покажу ток так это как бы к чему мы привыкли сейчас три секунды вот смотри сейчас три час три секунды погрузится смотри как на на всех картах раньше было изображение видишь вот эта шапка ледяна а сейчас нету ни на одной передаю слово хорошо такой вопрос я смотрел на рано миллион раз фильм назад будущее в чем заключается эффект манделы там и этот фильм помню наизусть каждый момент я просто смотрел одну из твоих видеозаписи то есть один из твоих выпусков где ты именно упомянул вот этот фильм будем отталкиваться от чего-то общего потому что насчет шапки я действительно как бы ну не могу тебе ничего сказать я даже не помню была ли она у нас в картах то есть да не дело то что смотри фишка в чем что она даже вот допустим издание печатного издания там 1930 года и был рисунок на вскидку понимаешь там ну допустим англоязычные больше видят вот этих как бы вариантов сейчас три секунды с этим связано фильмом я только один пример приведу что говорят авторы сейчас значит большой упор идет связано с этим значком это я видел да что типа черточка по центру да так вот как утверждает фанат этого фильма раньше в фильме был классический значок без черточки по центру а теперь в кадре появляется две машины на одной эта черточка есть а на другой как у тот старый вариант которому привыкли и собственно я тоже я в машинах не разбираюсь и у меня ну в моделях я только запомнил только три машины это mercedes volkswagen и ford три значка и поэтому ну есть такая вот особенность я не могу во всем разбираться поэтому если мне покажут пальцем скажут какая то марка машины я не скажу поэтому я запомнил эти три значка для меня вот этот значок он не был этой полоски потому что я его как бы единственное что мне вот выучил а в кадре появляются их две машины и на одной такой значок с полоской а на другой полоски нету если изучать материалы по этому фильму там я думаю много моментов можно накопать то надо открыть видео там 2001-2002 года посмотреть на volkswagen я тоже честно говоря вот эту черточку я не совсем как бы уверен мне прислали присылают артефакты даже по моему вот сейчас вот я тебе покажу где-то у меня тут папка но я ее так она немножко скудненькая но сам факт что так эффект манделл она называется человеку удалось найти оригинальный знак к которому мы с вами все привыкли он смотрел фильм какой-то сериал я не знаю что это за сериал он просто с телевизора сфотографировал для меня и прислал видите уважаемые слушатели и зрители черточки нету ну да то есть вот в таких играх что я играю это возможно то есть ландшафт то ты сам же понимаешь на этих серверах одинаковы везде грубо говоря а уже я понял что ты имеешь ввиду да пропачили ну не знаю ну не знаю не знаю у меня знаешь у меня тоже было что-то связанное с эффектом манделла вот что тут точно не помню но тоже было что-то что вот я помню что вот было так а тут вдруг как бы и все иначе я только не помню что если вспомнить но опять-таки ну блин я думал если там узнаешь какое-то разумное объяснение без параллельных миров там всяких слышишь давай ну я вот эти все происходящие моменты и мы тоже могут этими моментами так я себе просто слушаю так подумал что можно сманипулировать как бы и здесь в этой реальности этими моментами можно распространить любую информацию как бы разве нет я думаю проблема она как бы сейчас все держится сейчас на информации в общем как бы как таковых практических фактов их фактически не существует только вот теоретическая сторона познания и знаний вообще и чего каких-то событий все все вот эта информационная среда только даже не подкрепляет даже когда она даже не подкреплено не аргументами какими-то вообще никаких доказательств просто как бы информация плавает в пространстве и все ее из одних в другие руки передают соответственно кто-то что-то дополняет кто-то убирает и она уже доходит не в том виде в каком она изначально была ну допустим про эти же самые значки скажем так ну все-таки его знают так можно в принципе было бы и подменить можно было бы запросто как бы машины разрабатывается и те кто имеет к этому доступ они могут каким-то образом создать такой эффект прямо здесь и сейчас скажем так ну что не так думается а вот допустим то же самое про смерти того человека который как бы там умер а потом все думали что он жил типа а все думали что он умер а он типа жил но тоже могли эту информацию сделать вброс просто с одной стороны в другой стране сделали вброс типа а потом через десять лет якобы просто затихорили человек они же умеют тихо дик людей вообще как бы терять из виду их вообще как бы мы же как узнаем о ком-то когда о нем начинают кто-то говорить где-то в новостях или что-то еще или где-то какая-то информация появляется а когда человеке ничего не известно это значит о нем никто ничего не говорит и как бы подменяется другой информацией для того чтобы он не ну это информация которая должна быть она просто не находится в поле зрения а потом якобы человек выплывает живой а все думают а он же шуме вроде а кто сказал что он умер просто может инфу сбросили как бы такую но я думаю что здесь не больше чем манипуляции ну как на мой взгляд с моей точки зрения я думаю слово поэтому а это 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 то это это Я вот не помню, Марчелло, по-моему, у меня под роликами гадости вечно пишет, а сейчас пишет «Расскажи про языки». Вячеслав, несколько вопросов, и мне просто спать уже пора за трат, в 4.30 утра вставать. В общем, первый вопрос про Мушкина. Ты говорил, что это радиотрансляция, а в одном из твоих видео ты сказал, что это все-таки был человек. Что есть истина. То и другое. Человек, который применял аудиотрансляцию и фиксировал, а потом робот создал и назвал Пушкиным. Здесь это не принципиально. Вообще, первое про Пушкина, это я сказал, что даже до сотовой земли, до первого ролика, Луна дал ответ. И если учитывать эффект Манделы, то, допустим, ну кто скажет, вот ты лихо придумал, подгоняешь. В одной реальности Пушкин был человек, а в другом робот. Ну, вам вообще принципиально, я вам скажу, вот ты видишь, бьешь по микрофону, я не могу сосредоточиться. В двух словах. Если я тебе скажу, что сказкам Пушкина буквально это миллиарды лет. И какая разница, кто их написал. Даже сейчас, если хочешь официоза, по официальной науке, ты можешь найти книги индусов. Официальная наука им говорит, что им пять тысяч лет. Но на самом деле им больше, ну ладно, бог с ними, пять тысяч лет. Ну, там есть и Руслан и Людмила, и Золотая. Ну ладно, хорошо. Окей, ответ принят, давай дальше. Я вот Дымного Бога послушал сегодня. И там вот человек, который рассказывает эти вещи, которые с ним произошли. Тот, который, в общем-то, знания и передал. Он сказал, что вот этот вот народ великанов, он произнес такую фразу, что типа у них астрология очень сильно развита. Но каким образом астрология вписывается в сотовый мир? А он сказал, понятный мир для нас. Правильно сказать, космогония. И переводчики, ты же не забывай, это же с английского языка. Окей, только и космогония как бы не относится к этому миру, потому что это изучение космоса. Хорошо, астрология тоже можно, смотри. Просто то, что над нами, принято называть звездами, которые мы видим за миллиарды лет, свет, да, и он идет и не гаснет, они его, возможно, расценивают, как и я, что океановедение, то есть, как плантон за куполом, то есть, если ты это имеешь в виду. И я понял, хорошо. Почему тогда был вот этот шар, якобы, который, ну вот именно бог сам по себе, который создает гравитацию, и тоже как-то непонятно. А могло поддаться редакции, то есть, для нас оккупанты вбросили уже эту книгу, вкрапившую от себя. Два этих понятия. Да, много могли вкрапить от себя. Хорошо, про Настеньку ты рассказывал, ты помнишь, да, что ты рассказывал? 12 железных хлебов там. Ну да, но сейчас такую сказку, не знаю, сможешь ли ты найти. Я нашел 7 железных сапог, 7 железных хлебов. Какая разница? Ты сейчас издеваешься над ним? Нет, 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 не издеваюсь, просто там было сказано именно вот про планеты, про вот эти все дела. Просто, может быть, я вот что здесь конкретно хочу узнать, то есть, я не говорю, что ты там обманываешь, я хочу узнать просто, в настоящей сказке тоже про планеты было, или все-таки в настоящей сказке про соты? А планета это планета, планета это план это. Я вот, кстати, сейчас вот на вскидку не вспомню, но мне кажется, там не описывается, что она из одной шарообразной планеты прилетела на другую шарообразную планету. Там просто пишется, что она прибыла на планету. То есть, в общем-то, планета как япония. Ну, в некоторых языках в испанском планета это плоскость. Нет, я понял. Хорошо, окей, в общем, принято. Теперь вот началось часовых поясов. Я хотел узнать у тебя, мне все-таки интересно, где находится Израиль. Ну... Мне очень интересно. Просто, ну, исходя из... Вот вчера в эфире был курьез. Вот это у нас, как бы, в гостях был Евгений Суворин, когда там с ним, вот назад он мне помог радио это закрутить. У меня был компьютер старый. И Женя любезно первые трансляции крутил на своем компьютере. И вчера в эфире он сказал такую фразу ночью, говорит, Слава, после увиденного я, что-то мне кажется, готов полностью поверить в то, что говоришь. А ночью произошло следующее. У нас есть вот Алексей Торманс из МИР, да? Он живет в Подмосковье. И мы фактически, ну, там Жека недалеко, ну, как, относительно недалеко. Я, да, от Москвы. И когда у нас в глубокой ночи этот Алексей включает камеру, показывает в окно, у него уже, грубо говоря, не просто рассвет, а уже чуть ли не день полным ходом, Жека просто опешил. Он говорит, я, говорит, ну, своим, говорит, глазам верю, говорит. И получается, что, говорит, Слава, я, наверное, и тебе поверю после увиденного. Поэтому Израиль находится там, где он должен находиться. Европейская часть относительно более-менее правильно проработана. То есть самый мощный ориентир – это Средиземное море. То есть если я, допустим, даже по вот этим картам современным выйду из Харькова, я пешком, пускай там, дойду до Израиля, именно пользуясь современными картами. Это что касается Израиля. А вот что касается Америки, которая находится восточнее от Израиля, здесь уже у меня будет проблематично. Поэтому я всегда говорю, если хотите действительно проверить, что США находится у нас на континенте, путь нужно начинать с Соединенных Штатов Америки, а не с нашей точки. Просто Соединенных Штатов вы никак не промахнетесь. У вас просто один будет путь на северо-запад. Я понял. То есть там где эти заповедники в Америке, в общем, там же и возле Израиля. Ну да. То есть Израиль как был на своем месте, так и остался. Единственное, но все равно я не могу понять, если Израиль недалеко от Лос-Анджелеса, то если вот в Айлате сейчас так же само по времени, как и вот у нас в Хайфе, а расстояние 800-900 километров. Хорошо. Вот. То Лос-Анджелес как бы, ну исходя из вот... Сейчас я... Я понял. Я быстренько тебе покажу, чтобы не задерживать и зрителям благодаря твоему вопросу. Будет интересно. Я уже это показывал. Так. И причем буду использовать официальные карты. Google. Карты. Сейчас быстренько покажу. Да что оно... Кстати, слово Google я впервые услышал в 85-м году. Так. Находясь в Армавире. Городе. Гуляя с папой по городу, по, ну скажем, по определенной местности, в радио, которые были там развешаны чуть ли не на всех столбах, женщина-ведущая сказала, что ученые придумали новую цифру. Досчитали до новой цифры. До 100 нулей. И решили ее назвать ее Google. Так. Google. Карты. Ну, а для многих Google, как бы, это свежее. Вы можете, кстати, погуглить, что слово Google означает. Да нам еще в школе говорили, что это со 100 нулями. А, ну, а нам такого не говорили в школе. Так, все, готов. Сейчас уже все подготовил, показываю. И в скайпе будет добро. Да, 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 я понял. Да, я всегда буду стараться не забывать скайп включать. Так, значит, берем. Берем, 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 берем. Кстати, надо, ради интереса, сравнить, сколько времени вот здесь в Иране, потому что, ну, вот в Кувейте, посмотреть даже по официозу, и сравнить с Лос-Анджелесом, потому что он должен где-то вот здесь быть так. Так. Кувейт, говори, сейчас для... Давай. В Кувейте столько же, сколько и в Израиле. 20, 21, 15. Все хорошо. Да, Слава, пользовавшись, кстати, паузой, здравия, смотри, ты выкладывал ссылку на ролик про казахстанский каньон, и там еще две реликтовые рощи. Кавказские, кавказские. Да, мне про эти реликтовые рощи парень из Казахстана рассказал первый. В Америке реликтовая роща есть, и точно такая же в Казахстане. Да? Да, да, только в двух местах, да. Только вот в этих каньонах, в ущельях, то есть на дне этих каньонов сохранились. Так, масштаб неверный взял. Ладно, сейчас... Вот так совпадение, да? Хе-хе-хе. Так. Я очень упрощенно, очень упрощенно... То есть, в данном случае, что я хочу показать. Здесь даже земля примята в этом месте. Вот. И они умудрились как бы ее немножко, ну, знаете, ну, приплюснуть на картах. А по факту, по факту, вот как оно есть. То есть, когда мы видим с вами Израиль, вот, ну, ладно, там он не попал в кадр, ну, ладно, но вы понимаете, что, тайе-моё. Он там очки. И когда вы видите Лос-Анджелес туточки, то по факту расстояние между ними, ну, где-то порядка трех тысяч километров. То есть... И разница в десять часов? Ну, а сколько? Ой, в двенадцать, в двенадцать, извини, в двенадцать часов разница. Это невозможно при тысяче километрах? При трех тысяч, но никак. Значит, еще площадь больше. Ну, смотри, вот почему зацепка пошла за Лос-Анджелес и самая сильная. Там чуть-чуть выше находится, выше в европейской части Санкт-Петербург. Ну, ты ориентируйся, он там выше Средиземного моря, да? Угу. Вот, не знаю, Лариса, если слышишь, можешь выйти и подтвердить это слова. Ну, как бы, она выходила тогда, получается, парень в Санкт-Петербурге видит Луну, ну, либо две Луны, и Лариса едет по своей трассе, она, говорит, чуть руль не выронила, она видит Луну перед собой. Дальше. Спустя полгода Лариса с нами из Лос-Анджелеса висела в скайпе, и Михаил Соболев сказал, говорит, странно, говорит, ну, Лариса сказала, говорит, у нас полдень. Говорит, странно, как это у вас полдень, если я еще вижу у нас в Санкт-Петербурге солнце. То есть, цифры это одно, а вот солнечное светило это другое. То есть, оно как бы у Михаила уже начало уходить из Санкт-Петербурга, то есть, он еще, как говорится, задницу солнца видела, а к Ларисе уже солнце пришло. Я понял. В общем, короче, значит, стоит отталкиваться больше даже не от часовых поясов, а именно вот, ну, достоверное количество солнц и их траектория. Да. Ну, сейчас у нас самая железобетонная зацепка, это Казахский каньон. Кто видит, это диво дивное, а не остается равнодушным. Ну, я имею в виду, из человека, из человека, это, по-моему, ты тоже среагировал довольно-таки положительно, когда увидел ваканьюна. Ну, да, конечно, как такое может быть? Вообще, он вообще одни и те же фотографии в Гугле. Хладненько, в общем, надо, да, извини, что переговорил. Не, я уже сказал. Просто, да, ради интереса действительно вот подумать насчет, ну, траектории солнца, как они вообще движутся. Очень интересно. Слышишь, а вот эта вот карта, которую, ну, на которой, как бы, Америка изображена в Азии, там вообще Израиль, ну, тоже же, да, указан. Ты это имеешь в виду, карта? Ну, да, с этим, с рассолом еще там была терка. Блин, у меня он, лучше бы я не выходил в эфир, у меня вот такая мерзкая после эфира чувство вот это осталось. Причем, он нагло промолчал про ту карту, где я показал в Северной Америке, Китай и Кибит. Ну, да, вот, да, смотрим, где у нас Израиль. Вот, С, я не бачу тут на английской мове. Сирия. Что-то я заблудился. А, вот, или обвозил. Так, да, теперь все и объясняется, в общем-то. Да, вот теперь все объясняется. То есть, не на территории США. Я что-то был уверен, что именно на территории США. Да, не, 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 ни в коем случае. Я же говорю, что расстояние. Все дело, друзья, в расстояниях. Я тебя неправильно понял, значит. Я был уверен, что именно на территории. Нет, я взял просто, если я скажу, как я вот с другом разговариваю, говорю, Иран... Покажи Лос-Анджелес. Ну, вот где Персидский залив, вот тут. Ну, тогда они в одном поясе, странно. Нет, ничего странного. Карта имеет вот такую форму. То есть, по факту, по факту, они не в одном поясе. Наша карта полностью недостоверна. Сейчас я позначу на этой карте, где... Я эту карту просто обожаю. Это артефакт, согласитесь. И хотя она тоже, я подчеркну, она искажена, искажена. Но давайте я так грубо нанесу Лос-Анджелес. То есть, пояс здесь, два разных пояса, видите. Не понял. Ну да, что-то я забыл совсем, что Земля сотовая. Да, мы же вот это в тупик. Многие заходят, даже человеки, когда пытаются примерить эту современную карту на те реалии, которые я озвучил. Кстати, это ж... Если сейчас я нах... Ты видел, это я как бы... Это не оригинал карты. Хочешь, ну сейчас всем, я уже сто раз показал, покажу, как вообще оригинал выглядит. Ну да, ты мне скидывал же. Не-не-не, тут ты оригинал не видел, сейчас тебе покажу. 1578 года? А, вот этот вот. То есть, понял, что мы сделали с художниками? Вот как выглядит... То есть, мы взяли и защелкнули вот эти ножницы. Видишь? Да, это точно, это точно. И Америки не оказалось. То есть, когда мы сделали схлопывание, получилась вот эта якобы Северная Америка, а вот это Европа. И когда мы защелкнули вот эти ножницы, то Америки Северной не оказалось на этой карте. Ты зря это... Рассол не показал, кстати, вот эту вещь. На самом деле, удивительно, действительно, смотри, даже если очень увеличить и присмотреться, не видно, что где-то что-то наклеено, либо отредактировано. А там, где якобы, ну, нет Северная... Точнее, есть Северная Америка, там, ну, как бы, отредактировано. Если присмотреться близко, ну, ради интереса, как бы, там, по идее, должно быть отредактировано. Да не знаю. Не, не видно, да? А вот это что за полосы? Смотри, смотри, вот там полосочки, видишь? Там, где кораблик. Кораблик? А где кораблик? Я не бачу. Ну, вот-вот-вот, да, вот прям, вот мышка, мышка на нем у тебя. Вот, если сильно увеличить, там, по-моему, полосочки. Я корабль не вижу. Не, видимо, мне кажется. А вот это, кстати, Южная Америка, она же Бразилия. То есть, она отдельным континентом идет. И вот здесь они, редактор этой карты, взяли и замалювали береговую линию вот этим холстом. Неудобные места, они, видите, вот рисунок вот такой делают. То есть, подтирают. Ну, кто-то скажет, ну, и это потерли. Да нет, просто для здравомыслящего человека. Тем более, что... Да нет, ну смысл вообще делать такие две карты, одна правильно, другая неправильно. В чем смысл? Тем более, здесь же изображена гиперборея, она же Артика современная, которая нет ни на одной современной карте. И здесь высокая ее детализация и прорисовка. Ну, та гиперборея, про которую я сто раз говорил, и на моей схеме она есть. Лучшей гипербореи я еще не видел ни на одной карте. Ну, кто-то скажет, она просто утонула. Ничего не утонуло. Базы россияне строят тут здесь же, по периметру. Это даже не в базах дела, а то, что недавно признали, что какие-то берега всплыли. Вот от чего можно отталкиваться. Ну, да, когда Путин показал новые карты, якобы Путин, на самом деле, вот я тоже иду на поводу пропаганды, не Путин, а просто сказали, что Путин показал новые карты. Они оказываются на новые карты тоже нанесли гиперборею. Вот она, видите. И задали вопрос ему, да, что с ней случилось. Она утонула. Видите? Да ладно, нанесли на современную карту гиперборею? Ну, вот она, да. Вот нос, причем они правильно отобразили, как я рисую на схемах. Вот нос Южной Америки, вот она. А вот гиперборея. Короче, рептилоиды сами же и показали гиперборею всем. А зачем тогда Вячеслав Котлеров, если они, в общем-то, уже все показали за тебя? А это ж они из-за меня на опережение это сделали, чтобы, когда кто-то увидит мои новые карты, скажет, так это он у Путина украл. Идею, да? Это ж не все в теме, что это я вещаю давно. И мало кто поверит, что это 20 лет назад знал. Ну вот, Костя, ты, по-моему, говорил, что там Путин официально, мол, приказ отдал, чтобы перерисовывали карты или кто. Костя, тут... Ой, ясно. А на Google Map тоже есть? Брю, не я. Ну, слышал эту информацию? Да, да, что-то такое было где-то, я помню. А на Google Map тоже есть это дело? Не-не-не-не-не-не. На Google Map нету. Ну, это слава. Это так же, как в 17 веке карты петербургской библиотеки, так называемые, тоже уже другие. Одна карта такая, и тут же, тут же, прям на этом сборнике, какой-то сборник был карт, и тут же другая карта уже, прям вот, на этой же, как бы, обложке дорисовали. Ладненько, ребят, Славик, спасибо большое, там, и, да, и всего вам доброго, до завтра в доброй ночи, а то завтра очень рано вставать. Все, давайте, всего доброго, пока. Всего доброго. Всего доброго, пока. Ну, что, согласно древним традициям Котлерового ФМ, перезапустим трансляцию, назовем, Кукин нашел гиперборею, Кукин, нет, нет, правильно, там же ПФ заменяется, Футин, Футин, ну, похорон фараон, Путин, Футин, Футин. Петрушка нашел, е-е-е, е-е-е, перезапустим. Ну, как это вот, просто Петрушку взяли, на руку одели и сказали, смотрите, Петрушка нашел гиперборею. Ну, и сказал, а потом сказал, что она утонула, ну, ты помнишь про Петрушку? Помню, эту фразу, конечно, а что случилось по-двою на лозке, ну, как что, утонула. Да. Причем, ты это имел в виду, да, когда сначала сказал тогда, кто-то скажет, что она утонула. Да. Причем есть легенда, что нам показали только один дубль с одним Путином, а есть четыре дубля с разными Путинами. В одном случае он говорит, притонуло, в другом подтонуло, в другом утонуло, а в четвертом затонуло. Но эти видео прячут от нас. Там, мы же знаем, что Путина там много, там, банкетный Путин, там, официальный. Да, да, и бурятский Путин. Да, бурятский, вот каждый сказал по-разному. Но это все лишь слухи. Хотя, может быть, якобы, говорит, забыли выключить камеру, и президент, это, диверсент Медведев, это, раскрыл тайну про ядерный чемоданчик. Ну да, ему дали просто чемоданчик, и сказали, это от ядерного оружия, он же не знает, что это, у него в кабинете стоит автомат с газированной водой, если он нажмет кнопку, просто водичка из крана польется. Ну, ему сказали, ты на эту кнопку не нажимай. Ну, вброс специальный, чтобы мы знали, что, якобы, у Петрушки есть какой-то чемоданчик. Пудрин, да? Девичья фамилия, Пудрин. Все, перезапускаем трансляцию. Это займет 5-10 секунд. 90 слушателей и зрителей, спасибо, уважаемые слушатели, кто слышите нас, слушайте нас. С вами по-прежнему Вячеслав Кудряров. Перезапуск. Перезапуск.